Итак, плата коммутации DPTR 1.02. Давайте разберемся, зачем же она нужна, такая плата. Для управления шаговыми двигателями используется, применяется, так называемый драйвер шагового двигателя. Суть его работы сводится к тому, что с компьютера поступают импульсы на соответствующие разъемы драйвера, которые преобразуются уже в силовые сигналы в управляющие токи, которые подаются непосредственно на обмотку шагового двигателя. Так вот, для того, чтобы состыковать компьютер с драйвером шагового двигателя, нужна плата коммутации. В принципе, при сильном желании, драйвер шагового двигателя можно подключить напрямую к порту LPT. Но так делать не рекомендуется по ряду причин. Первое, то, что LPT-порт достаточно слабенький, токи там слабенькие, для управления шаговым двигателем его может не хватить. Ну, во всяком случае, для некоторых шаговых двигателей этих сигналов может не хватить по току. Это первая причина. Во-вторых, ну, это как минимум просто неудобно. Ну и третье, в таком случае не получится использовать все возможности LPT-порта, которые он нам предоставляет. В частности, для работы с программой МАЧ-3. Ну, давайте более подробно о технических характеристиках данной платы. Плата согласования LPT-DPTR 1.02 позволяет с помощью компьютера управлять драйверами шаговых двигателей станка с ЧПУ. Подключается к ПК через LPT-порт. LPT-порт. Совместимо с МАЧ-3. Подключать можно драйверы с интерфейсом STEP, DIRP, ENABLE, для которых сигналы управления формируются относительно 5 Вольт. По схеме открытый коллектор. Устройство имеет гавальническую изоляцию LPT-порта. Оптопары гавальнической развязки. Через LPT-порт с компьютером можно соединить до 5 драйверов шаговых двигателей для управления с помощью программы типа МАЧ-3. Четыре двигателя могут управляться одновременно и независимо. В устройстве предусмотрено два силовых реле с током коммутации до 10 А для управления дополнительными устройствами станка с ЧПУ, например, шпиндель или подача СОЖ. Входы позволяют принимать информацию от четырех концевых датчиков, обеспечивая их питание. И от клавиш аварийной установки STOP. Датчики могут быть как контактные, просто концевики, или бесконтактные, индуктивные или лимкостные. Также предусмотрено реле управление частотным инвертором, на который подается ШИМ. Все входы для подключения датчиков и клавиш ЕСТОП, а также все выходы управления драйверами оптоизолированы от ЛПТ-порта. Питание на плату подается на соответствующий вход и варьируется в пределах от 9 до 40 В. Максимальная потребляемая мощность платы 2,5 Вт. Давайте же посмотрим более подробно и детально, какие входы и выходы есть на этой плате и как она подключается. Значит, первое. Для подключения платы к компьютеру используется ЛПТ-порт. Драйверы шаговых двигателей подключаются через соответствующие разъемы X, Y, Y2, Z и ось А. Примечательно, что разъемы Y1 и Y2 уже спарены и не требуют дополнительных манипуляций с МАЧ-3. То есть, другими словами, сюда можно подключить два драйвера отдельно, которые будут работать синхронно. Все выходы на плате подписаны. Соответственно, подключение не должно составить каких-либо проблем. Дальше имеется выход ШИМ. Вот он здесь. И концевые датчики X, Y, Z и A. Для настройки МАЧ-3 вся информация по распиновке ЛПТ-порта вынесена на внешнюю часть платы. Давайте рассмотрим, как к этой плате подсоединить драйвер шагового двигателя. Допустим, у нас есть вот такой драйвер. На драйвере мы видим разъемы PULL+, PULL-, DIR+, DIR-, DIR-, ENABLE+, ENABLE-, ENABLE-, ENABLE- и FAULT- и FAULT-. На плате же имеются соответствующие разъемы STEP, DIR, ENABLE и клемма питания 5 Вольт. Надпись STEP иногда называется PULL. Соответственно, это одно и то же. Разъем 5 Вольт необходимо соединить со всеми 5 Вольтовыми разъемами на драйвере. Распараллелить этот разъем на все входа. Минусовые же разъемы требуется соединить с соответствующими разъемами на плате коммутации. Соответственно, STEP соединяем с PULL-, DIR соединяем с DIR-, ENABLE соединяем с ENABLE-. В принципе, разъем ENABLE можно не использовать. Он главным образом используется в каких-то сложных системах и его необходимо контролировать. Для нормальной работы шагового двигателя, скажем так, в стандартных условиях, его можно не подключать. То же самое относится к разъему FOUT+. Давайте рассмотрим уже подключенную плату, как это обычно делается. Соответствующий разъем подключен к одному из драйверов. Разъем Y подключен к другому драйверу. Разъем Y-2 подключен к третьему драйверу. И ось Z, работающая в наиболее тяжелых условиях. Ей приходится таскать достаточно увесистый шпиндель 3-киловаттный. В данном случае данный корпус собирается под данную конфигурацию. Здесь используется драйвер помощнее, уже 556-й. То есть все это можно подключить к одной плате коммутации. Ну и блок питания, от которого питаются все драйвера, а также сама плата коммутации.